Сегодня мы с вами обсудим немножко 11 страницу трактата Мойот Катан. И здесь описывается в конце нашего перека, первого перека Одномишна и начало второго перека. Они все похожи. Первый перек и второй здесь в основном искусственно разделены. Они занимаются похожими темами. И мы уже обсуждали большую часть из них. Попробую суммировать. Значит, в случаях, когда нужно что-то исправить в холомое, во многих случаях нужно делать как-то это непрофессионально. Какую-то шину делать. Но когда есть давар-гаавед, если есть потеря финансовая, достаточно крупная, то тогда все более мягко. Тут на самом деле диспут раби Йоси и раби Гуды. Нужно ли делать шину и делать ли это необычно. И у нас холаха, как раби Йоси, то есть в принципе, когда есть по финансовой потере, то можно даже обычным образом делать работу. И вот это объясняет и нашу Мишну в конце первого перека и Мишну в начале второго. Там как раз-то диспут приводится. И у нас, как я сказал, закон, получается, следует самому мягкому мнению, что из-за финансовых потерь можно исправлять то, что требуется. Если сломался замок, например, и подобные вещи. Но замечу, что все это, если человек специально не оставил работу для холомойда. Это еще одно условие, которое здесь Талмуд упоминает, что все, что мы говорим, давар-гаавед разрешен, это когда специально не оставляли это для праздников. Но человек не имеет права решить, что все равно во время холомойда я не смогу обычную работу делать, так оставлю все, что давар-гаавед, все, что у меня там сломалось, допустим, у него. Он до праздников мог починить, но он решил, буду все это чинить уже в холомойде, потому что все равно нечем заняться. Тогда мы ему наказываем его, делаем штраф, что раз у нас стал специально для праздника, теперь пусть теряет финансово. И нельзя в холомойде тогда работать. Что касается обычных работающих людей, у которых, ну, они работают на какую-то фирму, да, нееврейскую, как правило, то обычно закон такой, что ты можешь взять отпуск в холомой, то обязан так сделать. То есть он не может специально брать отпуски в другие дни, допустим, у него всего есть, скажем, три недели ему дает компания, в которой он может взять отпуск. Так он не может сначала себе летом взять отпуск, когда ему удобно, а потом холомой сказать, теперь у меня финансовая потеря, и я теперь обязан работать, иначе меня могут выгнать. Ну, пусть тогда они отдыхают летом или еще когда-то, когда он хотел бы взять отпуск. И отдыхают холомой, как положено по Торе. На самом деле в Европе в основном евреи отдыхали именно, да, летом не было время отдыха. Даже вот сейчас, скажем, в Америке принято, что дети, ешивы, да, все уезжают за город на время лета, потому что летом очень жарко в городе. Но в Европе во многих местах не было так принято, там не было так уж жарко, и люди не уезжали летом. Основной отдых был именно во время холомой, да, как Тора предписывает это времена праздников, и тогда люди отдыхали, и тогда и были отпуска основные. Но если получилось, что по какой-то причине у человека действительно нет выходных, компания ему не дает, или у него были какие-то срочные ситуации, да, болел, или еще что-то, ему пришлось весь отпуск на это потратить, или из-за детей бывает, да, у многодетных семей часто бывают какие-то срочные вещи, которые невозможно было отложить. Тогда теперь, если приходит время холомой, да, и он не может взять отпуск, то он имеет право идти и работать. Но это все, если ему даже за свой счет не дают отпуск. То есть нету, если, да, есть риск, что его просто выгонят, да, многие компании, они не дают человеку даже, что он хочет за свои деньги отдохнуть еще лишние недели, ему просто не разрешат, и могут выгнать за это. Сразу же риск есть большой. Но если компания достаточно мягко к этому относится, человек может за свой счет взять отпуск, тогда, конечно, он обязан взять холомойт в любом случае, потому что то, что мы называем потеря выигрыша, мне о требах, это еще не хэфсы. Все, что называется добара-авет, это когда человек теряет именно, но не если он не выигрывает. Поэтому всегда, когда человек работает, он может больше заработать, это и так понятно, иначе не было бы все можно в холомойт, просто потому что можно на этом заработать. Только ради заработка нельзя работать в холомойт. Вот если есть финансовая потеря, тогда он имеет право работать. Значит, если его выгонят с работы, это, конечно же, финансовая потеря. Но если его никто выгонять не собирается, он может взять просто за свой счет, тогда он не будет получать зарплату за эти дни. Ну так, и увы, в этом и идея холомойта, что за это те обычно не платят. Поэтому если у него есть возможность взять холомойт любой ценой, он должен так сделать. Говорят здесь про одного раввина, когда он приехал в Америку, увидел, как люди мизалзал, да, относятся с такой, так, несерьезно относятся к холомойту. Я даже не знаю, как перевести слово мизалзал по-русски, но вот это слово иногда там можно использовать в смысле, когда люди относятся очень несерьезно, да, чуть ли не издеваются над этим, да, считают вообще ничто. Например, такую фразу я слышал от одного еврея, который считает себя религиозным, он в субботу и Йомтов полностью соблюдает, ему и в голову не придет включить свет, например, в шаббат. А холомойт, он говорит, все можно сделать холомойт, для него это просто будний день. Но это же не так, есть специальные законы, вот целый трактат, который занимается, что можно и что нельзя, это все совсем непросто. И даже есть мнение, как я сказал, что это из Торы, возможно, или, в основном, подсказано Торой запреты холомойта. Мы еще к этому вернемся, блин, это через пару страниц, когда будем обсуждать купли-продажу и то, что приводят Рабейну Ханани или Зарюшалми. В всяком случае, даже если это раввинский закон, это серьезный раввинский закон, и многие объясняют, что то, что сказано в Перкеавод, что те, кто мизалзал по отношению к праздникам, что праздник имеет в виду даже холомойт, не только Йомтов Мамаш. К Йомтову обычно люди не относятся несерьезно, все аддоксальные евреи к Йомтову и к Субботе относятся очень серьезно и готовы действительно даже потерять работу, если скажут аддоксальному еврею, выходи к нам в Субботу работать на что-то срочное, большая потеря будет, и он скажет, извините, я соблюдающий шаббат еврея, не могу. Он скажет, мы тебя выгоним. Как вы думаете, сколько выдержат испытания? Я бы сказал, что 99% евреев выдержат испытания и не будут ломать Субботу или Йомтов. Если они соблюдающие евреи, то они готовы пойти на лишение ради Субботы Йомтова. А вот к холомойту почему-то относятся с Зильзуль, с несерьезно. Так вот один из раввинов, когда приехал из Европы сюда и увидел, как здесь к холомойту относятся так несерьезно и не соблюдают многие законы, как положено, так он своим хасидам сказал, что если им не дают отпуск в холомойт, пусть скажут, что мы, да, если их не пускают, выгоним с работы, не придешь в холомойт, выгоним с работы. То пусть, говорят, приходят и говорят, что работают бесплатно, что мы не будем брать с работодателя денег, раз ты не хочешь нас отпускать. То есть они имеют право работать с того, что, как я сказал, это финансовая потеря для них, если их выгоним, но мы сейчас за деньги работать не будем, просто показать, как это им важно. И вы знаете, и тогда люди прониклись и стали их отпускать, стали больше относиться к холомойту серьезно и стали понимать, что это такое. Даже не еврейские работодатели, когда увидят, что готов человек не такой же богатый, который обычно не может себе позволить бесплатно на кого-то работать, готов работать за бесплатно, так они стали больше сочувствовать и отпускать даже. Американцы, в общем, в основном хорошие люди, если видят, что для кого-то это важно, они это уважают и готовы это принять. Сегодня всем уже известно, что аэродоксальные евреи в основном холомойт отдыхают, кто может. У нас есть целые фирмы религиозные, которые на весь холомойт закрываются, представляете, магазин, казалось бы, столько клиентов можно потерять, да, они же в основном у них не еврейские клиенты, электронику продают, ну, закрываются, весь холомойт закрыт, ничего страшного. Так что сейчас гораздо больше людей понимают, что такое холомойт и как это все важно, и действительно люди веселятся, радуются, и много чего происходит в еврейских общинах, и для детей много есть чем заняться, даже вот в наших местных газетах, журналах, печатают, куда можно поехать с детьми на холомойт, чем можно позаниматься. В общем, много есть вариантов барухашем, и даже для небогатых людей, которые не могут себе позволить, да, есть люди, которые, скажем, на песах, на весь песах уезжают в отель, платят, там, десятки тысяч долларов на всю семью, чтобы отдохнуть, но 90% отдохсанных евреев не могут себе позволить такое, особенно у кого большая семья, поэтому нужно придумывать способы недорогие отдохнуть в холомойт, оказывается, таких способов очень много, вагон и маленькая тележка, есть очень много мест, куда можно сводить детей, оказывается, и очень недорого, и вообще бесплатно, и очень много вариантов. Сегодня действительно холомойт, чувствуется, что это холомойт, и в религиозных районах прямо-таки видно, что все эти дни, это действительно праздник настоящий, барухашем. И на этом мы сегодня закончим, и если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк.